Добрый день, дорогие телезрители, дорогие радиослушатели. Мы сегодня проводим очередную 59-ю передачу в рамках программы «Конституция и мы». Вы знаете, что мы в рамках этой программы общаемся с разными людьми. И с их помощью раскрываем потенциал Конституции, реализацию тех или иных конционных положений. И вот сегодня у нас в гостях министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия Елена Александровна Болкова. Добрый день. Добрый день, Александр Николаевич, уважаемые телезрители. Да, и тема передачи у нас о реализации государственной социальной политики в Республике Саха-Якутия. Итак, мы начинаем. Первый вопрос. По статье 7 Конституции Российской Федерации наша страна вообще является социальным государством. Как вы для себя представляете именно реализацию этого положения, основного закона нашей страны? В каких вопросах именно ваше министерство реализует эти положения? У нас Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Это, в общем-то, уполномоченный орган, как раз-таки деятельность которого направлена на реализацию отдельных статей Конституции. В частности, в наших полномочиях включается это регулирование, ну, так скажем, по трём укрупнённым направлениям. Во-первых, это категория труд и связаны с ним вопросы, во-первых, это оплата труда, это вопросы охраны труда и вопросы реализации социального партнёрства. Социальное партнёрство – это взаимодействие правительства, это взаимодействие работодателей и профсоюзов. Именно в части регулирования социально-трудовых прав работников, трудящихся и социальной защиты. Соответственно, направление мер социальной поддержки отдельной категории граждан, которые включают в себя направление поддержки семей с детьми, а, как известно, материнство и детство, оно провозглашено в Конституции и находится именно под особой защитой государства. И, соответственно, под особой защитой государства сегодня находятся такие категории граждан, как ветераны, это люди с инвалидностью и так далее, и так далее. И, конечно, вопросы социального обслуживания. То есть также в целях социальной защиты тех категорий, которые сегодня нуждаются в социальных услугах, им предоставляются необходимые услуги в виде уходовых, отдельных услуг социального обслуживания на дому, в различных стационарных учреждениях, с тем, чтобы человек не остался без помощи, с тем, чтобы человек в трудной для него жизненной ситуации все-таки нашел выход из такой трудной жизненной ситуации. Вот этим направлением занимается Министерство труда и социального развития. С точки зрения, конечно, это формирование непосредственно тех решений социальной политики в виде законодательных инициатив, в виде организации, принимаемых решений на уровне главы правительства и законодательного собрания Илтумен. И, соответственно, как я уже сказала, формирование, реализация и контроль той проводимой политики, которая сегодня есть и на федеральном уровне, и на региональном, безусловно. И, конечно, создана для этих целей сеть социальная служба, которая сегодня включает в Республике 87 подведомственных организаций Министерства, начиная с управления социальной защитой, которая у нас присутствует во всех районах Республики. Это, как я уже сказала, отдельные учреждения, направленные на представление стационарных услуг, в частности, нашим пожилым людям и людям с инвалидностью, которые по тем или иным причинам на сегодня не имеют возможности самостоятельного проживания, им требуется постоянный посторонний уход. Это такая сеть, очень необходимая в сфере социальной поддержки, социальной реабилитации семей с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ну и ряд иных направлений, которыми мы, в общем-то, реабилитационные центры для людей с инвалидностью, которые сегодня реализуют социальную реабилитацию. Вот если у нас работают 5,5 тысяч человек. Это действительно огромная армия, которая вот действительно каждодневно прилагает усилия для того, чтобы люди, которые нуждаются в помощи, поддержке государства, получали. Ну, в нашей стране труд свободен. Это конституционный принцип. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности, свою профессию. Также конституция страны закрепляет право каждого на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, а также на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации, ни ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда. Вот вы, отвечая на первый вопрос, раскрыли в целом суть. И я думаю, что действительно формируется такая повестка, которая не должна ничего упустить. Но, кроме того, у вас вопросы защиты семьи, детства, социальная защита, включая социальное обеспечение. И самое главное, мы должны отметить, что данный вопрос находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. Каковы взаимоотношения с федеральными органами власти? Как вы оцениваете? Безусловно, мы все работаем в едином правовом пространстве. И мы реализуем, во-первых, действующее федеральное законодательство, действующее региональное законодательство. И взаимодействие с Минтрудом России, я бы сказала, в самом тесном, что ни на есть режиме происходит. Почему? Потому что, во-первых, это реализация федерального законодательства и федеральных решений, которые переданы региональным властям в сфере труда и социальной защиты. И это выполнение функции главного распорядителя бюджетных средств по федеральным. И сегодня ежегодно принимаются решения, которые расширяют меры социальной поддержки. В частности, именно в сфере поддержки семьи с детьми в последние годы серьезно расширился комплекс мер, направленных на такую поддержку. И, конечно, все это не может не происходить вне тесного взаимодействия с Минтрудом России. Это налаженная отчетность, это взаимодействие с департаментом, с руководством министерства. В общем-то, по всем абсолютным вопросам. Да, безусловно, мы понимаем, что в соответствии с Конституцией нашей республики правительство обладает правом законодательной инициативы. И вот с подачи вашего министерства, насколько активно реализуется право законодательной инициативы правительства? Какие законы приняты, которые вы могли бы сегодня отметить? Ну, вообще, вот за предыдущий год мы такую статистику сейчас тоже подводим и оцифровываем все наши результаты. По законодательным инициативам, которые подготовил Минтруд и внес законодательной инициативой главы или правительства республики Саха-Якутия, за предыдущий 2022 год подготовлено 14 законопроектов в течение года. И шесть из них уже приняты, отобрены, и они уже вступили в свое действие. По остальным различная стадия идет согласование. Этот процесс беспрерывный, можно сказать. То есть по тем вопросам, которые требуются именно решения на уровне закона Республики, Минтрудом Республики проводятся соответствующие работы. И вот в числе тех уже принятых решений за последний год, наверное, я бы отметила одно из важнейших решений – это увеличение вознаграждения для приемных семей. Это решение было принято главой Республики в послании на 2022 год в адрес Государственного собрания. И мы его реализовали в виде закона, который сегодня уже позволил увеличить вознаграждение нашим приемным семьям в два раза. Считаю, что это одно из важнейших решений было принято, которое направлено именно на поддержку Института приемных семей, которое позволит, может быть, так скажем, более активно проводить вот эти процедуры по поиску приемных семей для наших детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, вообще, вот эта практика, она расширяется, она реализуется и дает свой эффект в конечном итоге. Обязательном порядке. В какой-то мере и разгружаете социальные учреждения. Обязательном порядке. И сегодня задача стоит, и она поддерживается главой Республики Асином Сергеевичем, на максимальное сокращение пребывания детей-сирот именно, так скажем, в казенных учреждениях. Потому что самая главная задача – это найти семью для ребенка, и чтобы наши дети были… Каждый ребенок имел свою семью, имел маму, папу. Поэтому поддержка приемных семей для нас – это очень важное направление в реализации социальной политики. Буквально вот еще могу дополнить одно из последних решений конца 2022 года. На уровне закона было принято решение о внесении изменений в земельный кодекс. В части предоставления дополнительной возможности уже, это про многодетных семей, предоставления денежной компенсации взамен земельного участка. Эта норма была принята также в рамках поручения главы Республики. Очень много ранее было обращений наших семей, которые у нас находятся сейчас в очереди за земельным участком. И у нас ранее, еще в 2018-2019 году, проходил пилотный проект для тех семей, которые не планируют, скажем, освоение земельного участка, строительства, а все-таки планируют приобретение жилья и так далее. Вот для них в пилотном проекте было реализовано такое право замены на денежную компенсацию. Но был ограниченный срок. И вот в 2022 году вернулись к этому вопросу. И сейчас вновь дали такую дополнительную возможность для семьи, которые, ну это, конечно, безусловно, выбор самой семьи, предоставить такую компенсацию. Еще раз повторюсь, семья не планирует осваивать земельный участок, и у них является приоритетным приобретение жилья через ипотеку, через какое-то долевое строительство и так дальше. А там может эти деньги... Расширяется право выбора. Право выбора, да. Расширяется совершенно верно право выбора. То есть вы оцениваете взаимодействие между парламентом и правительством на достаточно высоком уровне? Взаимодействие с постоянными комитетами, да? Безусловно. С комитетом... У нас два профильных комитета. Это, значит, вопрос комитета здравоохранения, соцзащиты и труда. И отдельный комитет по делам материнства и детства, который возглавляет Алена Николаевна. Вот, соответственно, с обоими комитетами у нас выстроено конструктивное... Это очень важно. Очень важно. Надо так продолжать. Мы прибьемся на короткую рекламу, потом продолжим наши разговоры. Еще раз приветствуем дорогих телезрителей и радиослушателей. Сегодня мы говорим о реализации государственно-социальной политики в нашей республике и в студии министра труда и социального развития Елены Александровны Волковой. Вот, скажите, пожалуйста, вас... Вы упомянули в начале нашей беседы про трехстороннее сотрудничество, да? Между правительством, объединением работодателей и профессиональными союзами. Конечно же, формирование социальной политики очень во многом, наверное, зависит от того, насколько вы умеете договариваться. То, что профсоюзы сами ставят какие-то проблемные задачи. У правительства, может быть, не всегда хватает ресурсов. Объединение работодателей, опять же, надо подтянуть, чтобы у них все-таки социальная составляющая не уходила куда-то в тень, а была на виду. Вот с этой точки зрения, как вы оцениваете эффективность этого взаимодействия и сейчас что происходит на этом фронте? Я, наверное, так скажу, у нас есть даже формализованный порядок, который оценивает, насколько эффективно или неэффективно работают как раз стороны социального партнерства. Но если от формальных порядков отойти, моя личная оценка, я считаю, что мы очень активно и конструктивно, самое главное, работаем в этом триединстве. Первое направление нашего взаимодействия – это, конечно, наша трехсторонняя комиссия. Трехсторонняя комиссия, которая собирается в плановом режиме, ну, это могут быть и внеплановые, безусловно, конечно, встречи, на которых в течение года рассматриваются самые актуальные вопросы, именно направленные на регулирование социально-трудовых прав наших трудящихся. И это взаимодействие происходит на базе трехстороннего соглашения, нашего трехстороннего соглашения, которое у нас, как правило, заключается на три года. Кстати, по 2022 год уже завершился трехгодичный период, и мы сегодня приступили с профсоюзами и с работодателями уже к подготовке к следующему подписанию также трехлетнего соглашения, которое будет традиционно, мы подписываем перед, ну, где-то в апреле, значит, в преддверии первомайских праздников. Проект сегодня у нас уже, в принципе, разработан, идет стадия обсуждения, и мы сегодня находимся в стадии, так скажем, сборки необходимых предложений, которые будут включены в это трехстороннее соглашение. Внутри вот этого соглашения рассматриваются различные аспекты. Это и сохранение здоровья работающих. То есть это, когда три стороны друг с другом договариваются, определяются направления такого общего взаимного притяжения части здоровья. То есть работодатель на себя берет определенную ответственность по развитию корпоративных программ, направленных на поддержание здоровья, на поддержку различных категорий. Это могут быть молодежь, это может быть мама с детьми. В прошлом году профсоюзы очень активно включились в рамках года матери, и через профсоюзное движение тоже поддерживали многодетных мам, допустим. Это направление поддержки старшего поколения, это использование возможностей и ресурсов наставников. И, соответственно, через трехстороннее регулирование вот эти все вопросы в том числе рассматриваются. Ну и, конечно, вопросы уже экономического характера, это и производительность труда. Что делают стороны для того, чтобы производительность труда была повышена. И, соответственно, на основе уже этих категорий мы понимаем, что это имеет прямое влияние и на экономику республики. Поэтому это очень важное соглашение, которое мы сейчас прорабатываем. Как я сказала, будет оно принято. Ну и, в общем-то, мы его принимаем как основу нашего взаимодействия. Безусловно, стороны социального партнерства у нас участвуют в таких направлениях, допустим, Федерация профсоюзов очень активно участвует во всех решениях, связанных с повышением оплаты труда. То есть, что касается работников бюджетной сферы, у нас есть соответствующие рабочие группы. И порядок согласования таких решений, он предусматривает обязательность согласования именно с рискомами профсоюзов вырабатываемых решений. Это касается и повышения заработной платы, это касается изменений в структуре заработной платы, когда мы проводим работу по пересмотру окладной части. Такая задача тоже стоит. Несколько лет мы этим занимаемся, поэтапно увеличиваем гарантированную часть в структуре заработной платы. Ну и для того, чтобы эта работа проводилась объективно, с учетом всех прав трудящихся, здесь большую роль, конечно, играют профсоюзы. Ну и вот в этом году, уже объявленном главой республики годом труда, безусловно, вот эта роль взаимодействия, она существенно повышается. И работодатели и профсоюзы будут активно участвовать. Мы уже проводим рабочие переговоры по направлениям года труда. — Замечательно. Вот ваше министерство активно сотрудничает с общественными объединениями людей с ограниченными возможностями. Это и глухонемые, и люди с проблемами по зрению, общественные организации инвалидов. И вот вы сказали в своем выступлении насчет ветеранского корпуса. Насколько вас удовлетворяет это сотрудничество? И какие здесь, возможно, наличствуют сложности или проблемы? — И перспективы, да. Вообще, действительно, уже исторически сложилось, что наше министерство, оно активнейшим, наверное, образом взаимодействует с некоммерческим сектором. И мы поддерживаем общество наше, значит, это и региональное отделение, ВАИ, ВОК, ВОЗ, да, это и наш Республиканский совет ветеранов. Ветеранов, они разрабатывают необходимую программу, необходимые ей программы, направленные именно на поддержку, на поддержку, значит, отдельных категорий наших граждан. И считаю, что ежегодно мы вносим в эти программы, так скажем, соответствующие коррективы с учетом актуальности. Очень большое внимание, конечно, в данных программах направлено на социокультурную реабилитацию. То есть и в районах Республики эти наши общества, социальные партнеры наши имеют достаточно разветвленную сеть своих представителей. И, конечно, в рамках реализации вот этих программ, в общем-то, мы получаем необходимую поддержку со стороны некоммерческого сектора. Вот, опять же, фонд «Хрыскал», программа которого направлена на поддержку семей с детьми. И, в частности, именно родителей. То есть в свое время при создании вот этого фонда, значит, и организовывалось, конечно, вот, значит, готовился комплекс мер, который вот был направлен на создание фонда и на создание вот концепции работы. Обратили внимание именно на то, что не хватает услуг по работе с родителями. А это очень важный аспект в рамках комплексной реабилитации ребенка с инвалидностью, потому что нужно поддержать маму в первую очередь, да, чтобы у мамы также, да, ей могла бы быть предоставлена психологическая помощь, там, еще не на какая-то другая помощь, которая ей бы помогла, да, так скажем, на воспитание ребенка, да, и во всех тех необходимых, так скажем, заботах, да. Вот. И вот эта программа фонда Харыс-Хал, она направлена, значит, на комплексную реабилитацию, включая внимание родителям. И это является дополнительным нашим ресурсом, значит, который, возможно, на базе государственных учреждений. И, значит, на сегодня у нас, допустим, есть определенная, да, например, потребность, чтобы эта сфера, она расширялась. Вот этим занимаются наши некоммерческие организации. Хорошо. Вот проблемы трудовой занятости, в особенности в молодежной среде, население, вот проблемы безработицы. Вот как данная ситуация выглядит на сегодня, и какие у вас будут механизмы по разрешению тех проблем, которые наличествуют? Действительно, проблема безработицы, особенно среди молодых людей, это проблема, которая требует нашего общего внимания, я считаю. Мы этот вопрос в министерстве обсуждаем. И в числе тех механизмов, которыми располагает Минтруд Республики на сегодня. Ну, я напомню, что у нас, значит, есть также и по линии Государственного комитета занятости необходимые программы именно активной политики, направленные на содействие занятости. Там тоже есть ряд мероприятий. В нашей части мы планируем, значит, более расширенно, в этом году, в год труда, рассмотреть именно привлечение молодежи через систему социальных контрактов. Вот социальные контракты, и, в общем-то, это уже в стране общепризнанный факт, что является наиболее эффективным способом вообще социальной защиты, мер социальной поддержки, который позволяет активизировать и использовать тот трудовой потенциал, который есть в семье, а тем более среди молодых семей, да, тем более. Сейчас есть четыре направления поддержки в рамках соцконтракта. Это поиск работы. Это направление включает в себя несколько мероприятий, которыми может воспользоваться в том числе молодой человек, начиная с возможности обучения, переобучения, во возможности стажировки у работодателя. В это время мы ему помогаем, значит, предоставляется определенная материальная помощь. Это очень интересный проект, значит, именно в рамках соцконтракта направления поиска работы. И вот молодых людей, значит, я вот предлагаю обратить на это особое внимание. Также направление уже традиционное стало у нас в республике, это поддержка развития индивидуальной предпринимательской деятельности, у нас опыт здесь уже большой наработан, и направление развития личных подсобных хозяйств. Кстати, в этом году, в 22-м году уже, республика заняла первое место во всероссийском конкурсе по практике внедрения социальных контрактов. Ну, то есть уже и на уровне Минтруда Российской Федерации опыт республики в этом отношении отмечен. И будет масштабироваться в рамках страны, наверное. Ну, мы надеемся, конечно. Как хороший, положительный опыт. Замечательно. Управление социальной защиты Мегина-Кангаласского УЛУСа в их лице, в лице главного специалиста управления мы получили в 22-м году такой результат. Ну, здорово. Вот. На самом деле, конечно же, эта проблема, она затрагивает многих. Предстоит отчет правительства, наверное, эти вопросы тоже будут злободневными. И, конечно, работа министерства в этом направлении, она какая-то наступательная. И это очень здорово. Мы сейчас, опять же, прервемся на короткую рекламу и потом продолжим наш интересный разговор. Добрый вечер, дорогие телезрители и наши радиослушатели. Елена Александровна нас слушают в отдаленных местах, в арктических районах охотники, рыболовы, оленеводы и так далее. Поэтому, конечно, вот сегодняшняя наша повестка о социальной политике в республике Саха-Якутия, она очень интересна. Вот я хотел бы отметить, что 2022 год он прошел под знаменем столетия Якутской АССР. Хотелось бы узнать, вообще, сколько вашему министерству и вообще взаимосвязь с ветеранами или чьи-то дела вы продолжаете, добрые, хорошие. Или кто-то там вам подсказывает какие-то новые решения. Расскажите про то, как развивается ваше министерство на протяжении этой истории государственности. Ну, вообще, если в историю, значит, создавалась структура в 20, еще в 1922 году, структура, направленная на решение вопросов социального обеспечения в виде отдела, в виде отдела социального обеспечения в составе объединенного наркомата, тогда просвещения, здравоохранения и соцобеспечения. И уже к 30-му году было принято решение о создании отдельного наркомата социального обеспечения. И первым тогда наркомом уже с 31-го года являлся Николай Егорович Сосин. Если говорить уже о современной истории министерства, в новом его формате было создано в 1992 году, как уже Министерство труда, социальной защиты и занятости Республики Саха и Якутия. Ну и, в общем-то, сегодня нам уже 30 лет в новом формате. Вот, безусловно, с нашими ветеранами мы поддерживаем очень, так скажем, тесную связь. Буквально недавно вот мы встречались накануне Нового года. Это наши ветераны, наставники, те, кто работал в министерстве с министрами прошлых лет. Я очень тесно взаимодействую. Буквально вчера у меня в гостях был Лазар Степанович Филиппов, министр труда, еще 1991 год, который вносит очень интересные такие предложения, которые направлены на развитие системы занятости Республики Саха и Якутия. Конечно, мы прислушиваемся к нашим ветеранам, к их советам, и даже планируем в этом году создать, наверное, отдельный совет наставников. Сейчас в рамках года труда именно направление по развитию системы наставничества, оно должно заиграть новыми красками. Совершенно верно. Потому что именно опыт и знания нашего старшего поколения мы должны очень, так скажем, использовать активно в нашей повседневной жизни, обучать молодежь. И поэтому к этому вопросу мы относимся очень... Я с вами абсолютно солидарен, тем более в рамках всей Российской Федерации год педагоги и наставника. Да, поэтому это будет очень хорошо коррелироваться, это очень замечательно. Ну, решением главы Республики Алексея Сергеевича Николаева вот 2023 год объявлен годом труда. Вот как и прошлый год у нас проходил под эгидой годом матери, да. Вот передается из стафета, от года матери к году труда. В целом, вот итоги года матери, как вы оцениваете и чем вы будете заниматься в рамках года труда, какие приоритеты, какие будут установки, рекомендации? Год матери прошел, на мой взгляд, очень насыщенно, очень был полон событиями, если помероприятие, на 6 тысяч мероприятий. Девушки подвели статистику по всей Республике, направленные именно на популяризацию семейных ценностей и повышение престижа материнства. Это вот очень важно было, да, и таким образом по всей Республике в различных формах, в различных каких-то мероприятиях именно обращали еще большее внимание общественности, да, на проблематику, связанную с материнством, да, на решение вопросов и так далее. Поэтому здесь, конечно, и отклики, отзывы с мест и со стороны общественных наших организаций, они очень положительные. С точки зрения дополнительной поддержки, конечно, были приняты во исполнение поручений главы Республики, очень существенный дополнительный комплекс мер, направленных на расширение мер социальной поддержки. Это и целевой капитал «Дети столетия», который направлен на поддержание, значит, семей при рождении детей. Это и, как я уже ранее сказала, значит, закон о приемных семьях, в части увеличения вознаграждения, это направление поддержки многодетных семей, в части предоставления преференции в услугах учреждений культуры, спорта и многие-многие другие направления. Поэтому я в этой связи подчеркиваю, что принятые все меры, они будут развиваться и в дальнейшем. То есть это вот заложена такая прям концептуальная основа для реализации уже и в последующие годы. Большую работу провел у нас, провели коллеги из системы здравоохранения. Почти 100 тысяч женщин прошли, женщин фертильного возраста прошли необходимые исследования, обследования медицинского характера, значит, система образования очень серьезно подключилась. И вот Спорской Петровной Борисовой с руководителем Якутского регионального отделения «Матери России» большое внимание уделялось именно проектам, направленных на воспитание девочек, будущих матерей. Вообще это вопрос очень многоаспектный. И знаете, сейчас год труда, и на наш взгляд плавно те задачи, которые были поставлены в год матери, они переходят и в год труда, потому что материнский труд – это как вот наивысшая ценность материнского труда. Мы продолжим и дальше поддерживать это направление, и большое внимание будет в год труда направлено на трудовое воспитание детей. Как необходимое именно воспитание ребенка через труд с тем, чтобы ребенок мог развиваться и, так скажем, стать уже достойным гражданином своего общества. Мы этот вопрос очень часто уже обсуждаем с коллегами. Формируется план мероприятий, который должен быть утвержден в течение января месяца. Но он, конечно, будет очень тоже многоаспектный, как вот я сказала уже, воспитание, начиная с детского возраста, завершая вопросами развития наставничества и поддержка самого трудящегося. Это, конечно, вопросы оплаты труда. Самые важные вопросы оплаты труда и главой республики подчеркнуто это важнейшее направление в послании на 2023 год. На сегодня мы находимся в стадии разработки решений правительства о повышении заработной платы для неуказных категорий работников бюджетной сферы, так называемых прочих категорий, которые не попали в указы президента страны 2012 года, и для них будут выработаны решения, во-первых, по индексации на уровне не меньше, чем уровень МРОД. В этом году минимальная гарантия с 1 января уже повышена на 6,3%. И, соответственно, индексация будет не меньше уровня индексации минимальной гарантии. А также одновременно с этим будет принято решение по поручению главы республики о направлении средств в целях поэтапного восстановления нарушенной дифференциации в оплате труда. Вот смотрите, у нас, в принципе, передача в скором времени завершается. Вот меня в какой-то мере удовлетворяет то, что у нас в правительстве республики гендерное равенство в каком-то плане, вот у нас много женских лиц среди министров, и это очень замечательно. Ну и людям, конечно же, интересно, как же идет становление министра. Вот вы на своем опыте что могли бы сказать, о чем констатировать, может быть, что-то посоветовать? Вот как шло ваше становление? Вы сегодня один из эффективных министров в нашем правительстве, и это же не получается просто так за один раз, как говорится, это, наверное, такой большой рутинный труд и работа над самосовершенствованием и так далее. Вообще уважительное отношение к труду, наверное, с молодых лет. Ну, если о детстве, то, наверное, можно рассказать. Ну, моя трудовая деятельность началась в 14 лет. Это официально, так скажем, трудоустройство в летний период. Я работала санитаркой и ухаживала, значит, все обязанности соответствующие и уход за пожилыми, которые находились в тот момент в больнице. Ну, может быть, это тоже повлияло нам уже будущее. На формирование. Да, выбор, так скажем, направлений. Как минимум, чувство социальной ответственности у вас уже такое начинается. Тогда у меня появился опыт как раз и ухода за больными, маломобильными людьми. Был такой момент. И, наверное, это тоже все формирует будущее, да, как бы мировоззрение и отношение к труду. А вы по образованию кто? Вообще я по образованию экономист, да, но получилось так в моей практике и уже пока я училась, значит, в университете, значит, в рамках производственной практики работала по вопросам экономики в социальной сфере в Министерстве экономики. И вот сложилось так, что вся жизнь, она профессионально имеется в виду, она складывается вокруг экономики. Ну, замечательно. Я вас поздравляю, равно как всех якутян, с годом труда. Давайте все трудиться, трудиться эффективно. Ну, и от всего сердца развивай республику. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok